Коммунальное предприятие Киев благоустройство продолжает успешную работу по очистке улиц города от нелегальных застроек. На улице Стеценко 34 дроп 1 дельцы отжали аварийный магазин, который был построен 40 лет назад и сделали в нем розничную торговлю алкоголем. В народе такие места называют наливайками, пиво и водка расходились ящиками, но ни лицензии, ни налогов, конечно, никто не платил. Когда приезжали проверяющие, горе-бизнесмены предоставляли документы от имени подставной компании Кворум о том, что сдают в аренду помещение частному предпринимателю Галине Скрынниковой, которая ликвидировала свой ФОП еще в 2011 году. То есть мы видим абсолютно эффективное предпринимательство в здании, которое никоим образом не было оформлено и не платило налогов на землю. Но мошенникам этого оказалось мало и они еще решили пожаловаться, что Киев благоустройство, которое наводит закон и порядок в столице, оскорбил их. Самое смешное, что они заявляют об уплате некоторых налогов, причем они их платят по два раза. Возможно, имея в виду, что есть два чиновника, которым они носили взятки, за то, чтобы те закрывали глаза на их нелегальную деятельность. Сказывать, как мародеры нам позабирали все. Мы платили налоги, причем двойные налоги. У нас тут два чиписта было. Я занималась ликероводочными изделиями. Девочка-бакалей. Но справедливость есть. Больше не будет в данном районе склоняться толпы пьяниц, которые отоваривались в псевдомагазине. АКП «Киев благоустройство», как заявляет директор Андрей Андреев, и дальше будет продолжать наводить порядок в Киеве. Как давно действовал незаконный магазин и какое наказание понесли владельцы? Ну, давайте так. Мы не правоохраняем органы, чтобы кого-то, скажем так, притягивали до ответственности. Но, можно сказать, что, на жаль, проблема мафии в Киеве, вона появилась не сегодня и не вчера. Довгие десятилетия в Киеве предприниматели предпринимателей накопичивали такие незаконные объекты. И, власне, принциповая позиция Виталия Владимировича Кличка, который пришел в 2014 году на посаду Киевского головы, была очистить мастаки от незаконных споруд в выгляде так называемых мафии. И мы системно начали это делать. На жаль, в 2014 году в нашем экономическом предпринимательстве было лишь два крана и две платформы. И мы могли за тиждень демонтувати лишь 5 конструкций. В тот же час в місті Киеве за одну добу з'являлось близко 40-50 объектов. И поэтому вы видите, что процесс був не на користь міста. Но, проводившись системную политику, мы сбільшили потужность нашего предпринимателя до того, что сегодня мы можем демонтовать до 200 тимчасовых споруд за месяц. И таким чином для этих несвідомых предпринимателей стало не так вигідно установить незаконные тимчасовые споруды в місті Киеве. И цей процесс зупинився до 20-30 споруд в месяц. И мы их швидко выявляем и демонтуем. Но, на жаль, до сих пор еще такие проявления. Если брать до уваги эту мафию, то это уже, скажем так, последний этап борьбы, которую мы начали в 2014 году. Если в 2014 году в Киеве было 20 тысяч мафии, то сегодня есть до 8 тысяч, из них 6,5 и они имеют информационные талоны и сплачут паевую участь. То же, в принципе, мы видим качественные результаты, но еще немного нужно дожать, и мы проведемо нашу столицу в качественно новую внешнюю жизнь. А вот именно этот маф? Саме цей маф. Мне сложно сейчас провести какую-то историческую доведку. Но, виходячи з того, что он, то, что мы видим, знявши верхний шар, цегляний верхний шар, то мафий достатньо долго находится на территории города Киеве. В связи с тем, что он находится где-то в отдаленной части и не стоял в приоритете для места, оскільки мы начали демонтажировать незаконных мафий в 14-м раз з центра міста, для того, чтобы покращать туристическую привабленность міста. И далее поступово идемо до окраин міста. И сейчас мы подошли уже до приватного сектора, а власне там значная часть приватного сектора находится в поле. Но мы поступово-поступово приберемо все незаконные талоны. А чи это правда, что Вы сами побачили цю незаконную забудову и дали распоряжение и проверить? Скажем так, бувають такие випадки. И в этом випадке это не исключение. Я манюторю територию міста Киева, так само, как и инспектори, и даю укази, если десь, скажем так, не до кінца допрацювали инспектору всех склад. Но им, на жаль, иногда бывает сложно, потому что мы проверяем информацию и с департаментом земельных ресурсов, и с департаментом инспектори и архитектуры. Поэтому тут складный процес анализирования всей ситуации, оскольки иногда мафы мают договор о аренде земли. Иногда это визуально схожий на мафы, но это капитальная спорта. То есть тут нужно проводить детальное исследование проблемы. Но в этом случае никаких документов на этот объект нет. Приклад СТСНК-34 показывает, что, на жаль, предприниматели в Киеве до сих пор не смогли понять, что Киеве, столица Украины, которая должна давать импульс для других мест и показать примеры. Приклады. Такие примеры, как этот маф, который мы сносим, который имитирует, что он еврейской капитальной спорудой. А мы бачим, я показываю фотографии, где среди мафы, ззовно обкладывали цеглой и проводили предпринимательскую деятельность. Сейчас, мающую нагоду, я хочу обратиться до предпринимателей, всех, которые проводят свою государственную деятельность в Киеве. Шановные предприниматели, пожалуйста, проводите ее в законной площине, сплачьте налоги в Киеве, и я думаю, что у вас никаких проблем, в частности, с нашей организацией не будет. Но до тех пор, пока вы будете делать такие проявы самозаховывания земли, наше комунальное предпринимательство будет соответственно реагировать и максимально быстро демонтировать такие сараи.